Йо, ребят, всем привет! С вами, как всегда, я, Валрус, и сегодня мы с вами займёмся очень странным делом в нашем странном мире Майнкрафта. Сегодня я постараюсь найти определенных людей, которые, между прочим, знаете, что делают правильно? Берут и крадут игроков в Майнкрафте. Да, действительно, в моём Майнкрафте даже и такое есть. Я поставил интересный мод, который добавляет как раз этих людей, которые занимаются похищением игроков в Майнкрафте. Это довольно странно и, на самом деле, страшно. Сегодня я постараюсь украсться этим игрокам и покажу вам, как выбраться, если вас украл какой-то такой игрок. Ну, то есть, NPC. Поэтому, надеюсь, видос будет очень интересный. И, пожалуйста, поставьте лайк, а то лайков что-то в последнее время очень мало. Пожалуйста, прямо сейчас нажми просто кнопку лайка, мне будет очень приятно. Ну, а тем временем, кстати, я уже практически подготовился. Осталось взять только мой любимый рюкзак. На самом деле, не знаю, зачем я его всегда с собой беру, потому что я его обычно не пользуюсь. Но ничего страшного, я его не зря крафтил в какой-то серии. Пускай он рядом со мной будет. Здесь целых 8 слотов, блин, вы посмотрите. Точнее, 12. Я считать не умею, капец. Итак, чаще всего данные персонажи находятся рядом с деревнями, потому что именно там они пытаются найти своих жертв для того, чтобы украсть их. Если что, ребят, если вас крадут, вы не можете ни двигаться, ни открывать инвентарь, ни разговаривать, даже в чат не можете писать. Поэтому сейчас я вам покажу, как от этого избавиться. Так как я записал уже целых 3 видоса по тому, как я краду своих друзей в Майнкрафте. Кстати, можете посмотреть, у меня их на канале, если не смотрели. Я уже отлично разбираюсь в этом моде, и поэтому смогу вам много чего интересного показать. Так, мы пришли в деревню. Кстати, что здесь у нас есть? Здесь есть жители, которые, между прочим, могут нам много чего продать. Но, ребят, посмотрите, это деревня на воде. Я впервые, блин, такую вижу. Это вообще очень странно выглядит, ребят. Вы когда такое встречали, обязательно пишите, блин, в комментариях. Потому что, если честно, я это вижу впервые здесь. Так, здорово, пацаны. Как у вас дела? Что новое? Вообще, я вижу, как ничего особенного у вас здесь нет. Этот чувак вообще без мебели дома живет. Ты что, серьезно? Чувак, все нормально у тебя? Так, прямо сейчас я вижу над собой какой-то ракнет. Что такое ракнет, понятия просто не имею. Прямо сейчас надо мной появился это? А что такое ракнет, реально не знаю. Блин, что делать? Понятия не имею, что это за персонаж прямо сейчас появился. А что здесь делает этот странный клевер, ребят? Кстати, когда мы держим правую кнопку мыши по клеверу, нам выпадает рандомный предмет. Я, кстати, об этом вообще забыл. Обалдеть. Короче говоря, прямо сейчас надо мной почему-то показывается какой-то некий ракнет. Но я его, блин, не вижу здесь. Кто это, блин, такой? Я, наконец-то, понял, что такое ракнет. Это просто чувак вот с таким вот странным скином, который бегает очень быстро. И взрывается. У него, если что, было всего лишь один хп. И из него выпала вот такая вот странная непонятная штука. Я вообще не знаю, что это такое. Где она используется? Вообще не понимаю. Ладно, короче, это не важно. Сейчас мы должны найти именно похитителей. Те, которые крадут игроков в Майнкрафте. Сейчас мы их найдем. Они водятся обычно рядом с деревнями. Итак, я снова в этой деревне. И, походу, да, я нашел одну из похитителей. Она, кстати, прямо сейчас подойдет ко мне. Я думаю, ой, там еще нифига себе их как много здесь. Короче говоря, не знаю почему, но в этом моде все люди, которые крадут вас, это почему-то именно женского пола. Девушки, я вообще не понимаю, почему именно они. Видимо, они вызывают меньше всего подозрений. Короче, посмотрите. Прямо сейчас она будет к нам подходить. Ее зовут Лиссандра. Приятно познакомиться. Я, на самом деле, не знаю, подходить прямо сейчас к ней или чуть попозже. Потому что я еще, на самом деле, не очень хорошо подготовился. Ладно, давайте все-таки попробуем к ней подойти. Ну-ка, ну-ка, ладно, давайте попробуем. Так, привет. Stop struggling. A stranger is tying you up. Так, это переводится так, что хватит дрыгаться. Тебя незнакомец связывает. Теперь она говорит нам, что возьмет нас куда-то... Она куда-то нас ведет, ребят, посмотрите. Она куда-то нас ведет, а тем временем, посмотрите, что со мной произошло. Она меня, блин, связала. Она меня, блин, связала. Причем, если я попробую написать что-нибудь в чат, например, Help me, помогите, например. Давайте напишем. Что это будет? Это превратится в мх-мх. Знаете, что она мне, блин, сказала? Тише, заткнись, раб. Ладно, теперь я раб, как я понимаю, и теперь она будет меня водить за мной. Но пока что я не очень понимаю, куда она меня хочет отвезти. Эй, ладно, короче говоря, мы ничего просто не можем делать. Я нажимаю инвентарь. О, а, нет, я ничего не могу делать. Я просто кликаю на все, но ничего не могу с этим делать. А, нет, могу, подождите. О, так, и что? О, я могу бросаться землей в нее. Ха-ха, получай. Но, к сожалению, я ничего не могу сделать, чтобы выбраться из ее, так сказать, не знаю, как это, как это, блин, назвать, из ее ловушки. Поэтому прямо сейчас давайте покажу вам способы, как все-таки это сделать. Во-первых, давайте попробуем зайти в настройки управления. И здесь внизу мы увидим, так, давайте, так вот, киднеп мод. Вот он. Страгл. Страгл это значит попытаться выбраться. У меня это установлено на кнопку G. У вас, скорее всего, это будет тоже установлено на эту кнопку. Так. И теперь, когда мы на нее нажимаем. Опа. Написано, что наша попытка неэффективна. Ладно, окей. Короче говоря, мы ее можем использовать каждые 15 секунд. И у нас, по идее, возможно, когда-то с каким-то маленьким шансом получится выбраться. Если у меня еще и мобы сейчас будут бить, это вообще будет неприятно. Куда ты меня, блин, ведешь? Хватит, пожалуйста. Так, давайте попробуем еще раз нажать на кнопку G. Опять неэффективно. Я не знаю почему. Это один из малейших способов, с помощью которого мы можем выбраться без подручных материалов. Но есть и другие способы. Прямо сейчас попробую их вам показать. Главное, ребят... О. Что? У нее веревка порвалась. Обалдеть. Ребята, убегаем скорее. А она мне сказала, что я не могу найти кого-то, кто мог бы купить тебя. Я оставляю тебе... Я оставляю тебе нож. Удача, чтобы выбраться. Так, она мне оставила нож, получается? Она мне не оставила нож? Или оставила? Просто я его не заметил. Подождите, давайте посмотрим. А, господи, паук. Да нет, я тебя не могу бить, блин. Ладно, ребят, убегаем скорее. Короче, мы можем передвигаться. Но, правда, ножа она нам реально не оставила, чтобы мы выбрались из этой ловушки. Так, ну, блин, в любом случае, это хорошо, что она нас выпустила. Все-таки без любых подручных средств. К сожалению, ребят, мы не можем прямо сейчас взять и что-то опять сделать. Нам нужно с вами как-то развязаться. Опять же, мы это можем попробовать сделать на кнопку G. Но опять это, блин, неэффективно. Нам не везет. Ладно, сейчас я разведусь с помощью команды. Опа, все, развязался. Если что, это команда Антай. Но ее мы не можем использовать вообще, потому что это нечестно, я так думаю. Но сейчас я покажу вам другие способы, как это... Что нам сделать? Так, все, уйди отсюда. Уйди отсюда. Все. Ух ты, с нее выпал кейс. Обалдеть. Ну-ка, давайте посмотрим, что из него выпадает. И вот такая вот у нас оранжевая жесткая кирка. Кстати, она неплохо выглядит и, наверное, быстро копает. Окей, ладно, давайте не будем отвлекаться. Сейчас я должен найти хотя бы какой-то верстак. Отлично, я его нашел. И прямо с этим верстаком сейчас мы с вами будем совершать действие для того, чтобы в дальнейших случаях, если нас вдруг украдут, мы смогли сразу же взять и выбраться. Здесь у нас есть три вида ножей. Найф. С помощью которого мы можем перерезать веревку и выбраться, если нас вдруг кто-то украл. Вот такой вот мы можем сделать железный меч. Можем сделать каменный меч, а можем сделать золотой меч. К сожалению, все ресурсы у меня дома, поэтому давайте вернемся, блин, домой. Итак, я наконец-то дома. Сейчас я наконец-то могу найти свою броню, потому что я выбрался из ловушки. И сейчас давайте я вам пока стараюсь показать, как нам скрафтить все эти три вида ножей. Во-первых, нам понадобится с вами камень. Камень у меня где-то есть, наверное, скорее всего, да, два камня. Потом нам понадобится два железа и два золота, а также нам понадобятся с вами три палки. Отлично, делаем палки. Вот с помощью такого крафта мы можем сделать с вами каменный меч. Вот с помощью такого крафта мы сможем с вами сделать железный меч. А с помощью последнего третьего крафта мы можем сделать золотой меч. Вот такие вот примерно у нас три ножика. И каждый из них отличается, потому что, например, с помощью каменного ножа мы тоже можем выбраться Но шанс будет у нас всего лишь 5%, понимаете? 5, блин, процентов, чтобы выбраться Вообще, не знаю, это бесполезный какой-то предмет У нас есть железный нож Он уже будет покруче, потому что он сделан из железа Но шанс у него выбраться всего лишь 40%, тоже очень мало Но теперь посмотрите, это золотой ножик С помощью него у нас 100% шанс выбраться То есть, если нас вдруг кто-нибудь украдет, мы можем с помощью этого золотого ножика взять и выбраться со 100% шансом Поэтому прямо сейчас давайте попробуем найти еще какую-нибудь девушку, которая нас опять украдет и постарается продать, блин Это довольно странно И посмотрим, получится ли у нас выбраться с помощью этих трех ножиков Так, окей, я их положу вот так вот в ряд по улучшению Теперь остается только найти какую-нибудь телочку Опа, а знаете, что это за песок? Это очень плохой песок, в нем можно вот так вот провалиться и застрять Зря я это сделал, наверное, сейчас, да? Молодец, я такой тупой На самом деле, больше ни в каком моде я не встречал на такое огромное разнообразие разных девушек в Майнкрафте И одну, одна уже прямо сейчас ко мне подходит Она в таком черном костюме, ее зовут Треса Имя, не знаю, немного странно Опа А если я буду пытаться выбираться? А, нет, она меня связывает Ну ладно, я стою, не поддаюсь, и прямо сейчас она меня свяжет Аааа Так, блин, ты что, обалдела? У меня все, блин, вещи выкинулись Не-не-не, если я сейчас их потеряю, это будет вообще неприятно Так, давайте прямо сейчас выберемся, наверное Да, потому что, блин, я не хочу потерять все свои вещи Аааа, ааа, как вы видите, это действительно работает, блин, но Так, пускай, давай, 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 можешь меня еще раз связать, если хочешь Окей, только на этот раз я тебе не дам выбросить мою броню Это слишком, блин, опасно Давай, связывай меня Все, меня, блин, связали Теперь у меня вот такая вот красивая розовая ленточка И теперь она пытается найти кого-нибудь, кому она может меня продать Ну-ка, куда она меня, блин, ведет? Она ведет меня вперед Нет-нет-нет, это больно будет высоко Ладно, хорошо, у нас осталось с вами два ножика Скорее всего, с помощью каменного ножика у нас не получится выбраться Потому что шанс всего лишь 5% Ну-ка, давайте попробуем Ну да, он просто у меня пропал Я так и думал Хорошо, у меня остался последний шанс Так как золотой я уже потратил на предыдущий раз И мне нужно использовать теперь железный ножик для того, чтобы выбраться отсюда Потому что, блин, если у меня ничего не получится Я, походу, останусь навсегда ее рабом Ладно, окей, давайте попробуем Ура! 40% шанса как раз меня спасли Так, ты меня не свяжешь Ты меня не свяжешь, отлично Ух ты, мне выпала вот такая вот ленточка С помощью которой, между прочим Мы можем тоже кого-нибудь воровать И красть в этом прекрасном мире Майнкрафта Обалдеть, вот это настоящая классная серия получилась Кстати, у меня остался вот такой вот кляп, который я могу себе на голову поставить И с помощью которого, если я буду писать что-то в чат У меня будет меняться то, что я пишу в чат Ладно, не знаю, зачем он мне Давайте ее снимем И продолжим выживать в нашем Майнкрафте Надеюсь, вам понравился этот видеоролик Если так, то, пожалуйста, поставьте лайк А также зацените другие серии моего выживания Обязательно, просто обязательно Зайдите по плейлисту в описании И посмотрите другие серии Они чуть не хуже Они просто интересные, спешные и классные Я буду очень благодарен, если вы это сделаете Всем огромное спасибо за просмотр Всем удачи и всем пока До скорых встреч, блин, ребята Ура, ура, ура! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...